Уважаемые коллеги, начинаем пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Бурунзи. Уважаемые дамы и господа, мы провели хорошие и полезные переговоры, констатировали активизацию всего комплекса двусторонних связей между Российской Федерацией и Республикой Бурунзи, которые подтвердили настрой на дальнейшее углубление нашего политического диалога, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, гуманитарных обменов и совершенствование договорно-правовой базы. Мы высоко оценили проделанную работу по подготовке целого ряда инвестиционных, экономических проектов. Продолжается подготовка к их реализации в таких областях, как промышленность, добыча полезных ископаемых, банковская сфера. Договорились оказывать содействие деловым кругам в восстановлении прямых контактов, используя для этого в том числе и такие площадки, как Петербургский международный экономический форум. Делегация Бурунди во главе со вторым вице-президентом уже дважды участвовала в этих форумах, а в этом году господин Буторе, второй вице-президент Бурунди, посетил, кроме Петербурга, также Мордовию и Татарстан. Компании из этих российских регионов активно работают со своими партнерами в Бурунди и уже создали несколько интересных совместных предприятий. Мы позитивно оценили наше военно-техническое сотрудничество, оно имеет неплохую историю и сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по его развитию. Отмечу, что и наши соответствующие специализированные высшеучебные заведения оказывают содействие в подготовке кадров для армии Бурунди, полиции и сотрудников спецслужб. Параллельно развивается наша традиция в подготовке кадров гражданских специальностей. За все годы нашего сотрудничества в нашей стране и в Советском Союзе, и в Российской Федерации получили образование 4,5 тысячи бурундийцев. И уже два года подряд мы увеличиваем квоту для обучения в российских вузах для бурундийских друзей. Сейчас это 40 стипендий. Через несколько дней, кстати, в Москву также приедут 12 дипломатов из Бурунди, которые пройдут стажировку в дипломатической академии нашего министерства в течение двух недель. Это новая у нас относительно новая практика. Мы будем ее развивать, причем не только с Бурундии, не только с африканскими странами, но и с нашими партнерами из других регионов. Нас господин министр проинформировал о предпринимаемых усилиях по окончательному преодолению внутренних трудностей в его стране, преодолению через конструктивный диалог, диалог с участием всех политических сил. Мы активно такой настрой поддерживаем, готовы содействовать усилиям, которые предпринимаются международным сообществом, в частности по линии ООН, Африканского союза и Восточно-африканского сообщества. Мы обсудили и другие актуальные проблемы региональной повестки дня и международные дела. Мы едины в необходимости выстраивания межгосударственного общения строго на основе устава ООН. Мы также сторонники того, чтобы культурно-цивилизационное многообразие современного мира учитывалось всеми международными игроками, чтобы все уважали право народов самим определять пути собственного развития. Мы очень тесно взаимодействуем в Организации Объединенных Наций, признательны Бурунде за неизменную поддержку российских инициатив, за понимание и учет в своих практических действиях российских подходов, российской позиции. Мы коснулись вопроса о реформе Совета Безопасности ООН, дискуссии по этой теме продолжаются. Наша основная позиция заключается в том, что главная проблема состоит в недопредставленности развивающихся стран. И мы выступаем за то, чтобы любое расширение состава Совета Безопасности прежде всего учитывало необходимость пополнения его рядов за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. По ситуации в Африке наши друзья и коллеги сделали очень подробный обзор положения дел в горячих точках. И в целом на континенте особое внимание мы уделили ситуации в Демократической Республике Конго, в целом в регионе Великих Озер, в Центральной Африканской Республике, Южном Судане, Сомали и других странах. Мы исходим из того, что решение проблем континента предполагает комплексный подход, который подразумевает согласованные действия самих африканцев при поддержке мирового сообщества. Отметили также, что Бурунди активно участвуют своими миротворческими контингентами в целом ряде операций по поддержанию мира на африканском континенте. Россия со своей стороны подтвердила готовность и впредь содействовать, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности, как в качестве участницы групп по поддержке усилий по нормализации обстановки в Центральной Африканской Республике, в регионе Великих Озер, способствовать упрощению стабильности и безопасности на континенте. Особой вниманием мы уделили необходимости наращивания совместной работы по борьбе с международным терроризмом. Мы солидарны с нашими африканскими друзьями в тех усилиях, которые страны континента предпринимают для борьбы с группировками Аш-Шабаб, Бока-Харам, в том числе усилия, которые предпринимаются по линии так называемой Сахельской пятерки. Эти действия идут в русле инициативы, которую выдвинул президент Российской Федерации Владимир Путин по формированию широкого антитеррористического фронта. Вот, ну как раз я и закончил. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, ваше превосходительство, господин министр. Благодарю за ваши обширные комментарии, которые соответствуют содержанию нашей дискуссии. Должен отметить, что Российская Федерация и Бурунди поддерживают прочные отношения. И несколько дней назад всего мы отметили 55 лет с момента установления дипломатических отношений. На этом этапе наших взаимоотношений мы можем говорить о зрелости. А когда отношения достигли такой зрелости, мы можем говорить о том, что наши позиции солидарны. А это означает, в свою очередь, что мы соблюдаем устав ООН, ее принципы, самые основополагающие. Коим является невмешательство во внутренние дела государства, соблюдение национального суверенитета, а также урегулирование всех ситуаций посредством принципов, установленных в уставе ООН. В течение двух последних лет наша страна могла рассчитывать на поддержку Российской Федерации каждый раз, когда мы становились жертвой внешнего вмешательства во внутренние дела нашего государства. Как вам известно, эти попытки также учитывают попытки переворота 13 мая 2015 года и попытками свержения законного правительства в Бурунде. Мы провели обзор положений, или лучше сказать, ситуаций политического характера в регионе Великих Озер, но также мы рассмотрели различные горячие точки на африканском континенте. Мы также совместно отметили необходимость того, чтобы африканские проблемы находили африканские решения. И, как министр Лавров уже сказал, внешнее вмешательство должно быть исключительно поддержкой тем усилиям, которые предпринимаются на африканском континенте. Конечно, с сожалению, мы отмечаем, что иногда имеет место отступление от такого принципа. Иногда есть ситуации, когда государство давно находится в затяжном кризисе. И во всех подобных случаях крайне важно, чтобы, с одной стороны, принципы по международным взаимоотношениям соблюдались, но также, чтобы усилия, предпринимаемые на африканском континенте, приводили к результату и самым конкретным образом содействовали продвижению тех процессов, которые уже начаты. Приведу пример Центральной Африканской Республики или Южного Судана. Безусловно, здесь мы отмечаем необходимость урегулирования ситуации в ДРК с участием всех заинтересованных сторон, в частности, тех, кто подписал соглашение 31 декабря 2016 года. И крайне важно, чтобы мы не уделяли внимания исключительно одному человеку или нескольким людям. Необходимо уделять внимание ситуации в целом, а также тому влияние, которое может оказать на соседние государства и на континент в целом. Как вам известно, ДРК имеет границу с девятью государствами, и среди них большинство имеют проблемную ситуацию, связанную с положением ДРК. Ведутся бои во многих регионах ДРК, и, безусловно, это сказывается на положении соседних государств. Урегулирование ситуации в ДРК требует скорейших решений. Необходимо налаживать внутрибурандийский диалог как внутри, так и с внешними участниками. Сейчас мы учреждаем комиссию, которая занимается этими вопросами, и к концу ноября она вынесет свои решения. Что касается внешнего взаимодействия, то продолжается консультация, и мы надеемся, что в ближайшие дни или в ближайшие месяцы будет проведена сессия с координатором, где будет участвовать и бурандийская делегация, и президент Мусавини также примет участие в этом заседании. Мы благодарны всем странам, которые оказывают нам поддержку, чьи мнения совпадают с нашим, в урегулировании основополагающих вопросов на международной арене. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Пожалуйста, Россия сегодня. Микрофон сзади. У меня вопрос господину министру Бурунди. Я хотел бы вернуться к ситуации вокруг его соседства, Демократической республики Конго, которой граничит республика Бурунди. Известно, что в Демократической республике Конго на протяжении многих лет продолжается столкновение боевые между правительственными войсками и членами незаконных вооруженных формирований. Как вы оцениваете перспективу нормализации обстановки в соседней стране и влияет ли нестабильность Демократической республики Конго на ситуацию в Бурунди? Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Ситуация в ДРК в том, что касается невооруженных нелегальных формирований, началась не сегодня и не связана с тем вопросом выборов, которые сейчас стоят в стране. Она началась еще в 2000... давно. Естественно, наша страна очень обеспокоена тем, что происходит в ДРК. Мы пытаемся помочь им найти решение, потому что у нас прямая граница с востоком ДРК, очень неспокойным регионом. И много конголезцев переходит через границу во время боестолкновений, поэтому нам необходимо найти быстрое решение на эту проблему. Помимо того, есть диссидентские группы, негативные группы, давние сторонники объединения за единение и примирение. Также находятся сейчас в ДРК. Поэтому можно сказать, что Бурунди непосредственно затронуто присутствием этих незаконных органов формирований в ДРК. Мы готовы работать с другими странами региона, в частности, через рамочное соглашение, подписанное в феврале 2013 года по регулированию ситуации в ДРК, для того, чтобы весь регион вместе мог выработать стратегию общего плана и положить конец насилию, которую сеют эти невооруженные формирования. И вы знаете, что в Африке также было решение создать силы быстрого реагирования. В 2014 году это решение было принято. И сегодня мы должны быстро искать решения, чтобы уничтожить группы, которые непосредственно угрожают наши национальные границы. Мы встречались с властями ДРК в Бразовиле. Была конференция стран Великих озер. Мы говорили о региональном механизме контроля за реализацией рамочного соглашения, для того, чтобы попытаться найти быстрое решение затянувшимся конфликтом. 38 бурундийцев были расстреляны в КМЛА во время боестолкновений на границе. И действительно нужно прояснить ситуацию. Нужно выровнять и положение беженцев, которые пытаются уйти из ДРК и остановить эти вооруженные группы. Бурундий готовы войти в ДРК, если потребуется, чтобы поддержать миссию ООН и другие группы, которые поддерживают интересы ДРК. Но все это, безусловно, для защиты наших интересов, для защиты нашей границы. Это может иметь и определенное влияние на будущее, на состояние в регионе, поскольку это нестабильность влияет на ДРК и на Бурунде, создаются своеобразные ячейки. Поэтому мы крайне обеспокоены тем, чтобы ситуация как можно быстрее была урегулирована, если возможно, до выборов в ДРК. Спасибо большое. Спасибо. Канал Раштудей. Я возьму рейсн Раштудей. Спасибо, господин. Спасибо, господин. Канал Раштудей, арабская редакция, уважаемые министры, добрый день. Сергей Викторович, к вам вопрос, если можно. Российские военные неоднократно заявили о признаке и возможности сотрудничества международной военной в Сирии и боевики ИГИЛ. Это не говоря о большой скоплении, которое наблюдается в последнее время вокруг американской военной базы, точнее, в город, называется, Альтанов. Получили ли вы объяснение от Вашингтона по этому поводу и в случае молчания, как это может отражаться на политический процесс урегулирования сирийской конфликт? Спасибо большое. Действительно, та информация и те факты, которыми располагают наши военные в рамках работы российских воздушно-космических сил в Сирии, выдвигают и создают, наводят на многие вопросы. Вопросы, которые касаются действий коалиции в контексте борьбы с ИГИЛ, как Вы и сказали, в районе Эт-Танфа, где в одностороннем порядке американцы со своей коалицией объявили зону деконфликтинга, ни с кем несогласованную, там происходят странные вещи, оттуда появляются ИГИЛовцы неожиданно в больших количествах, то же самое происходит на границе Ирака с Сирией, из Ирака идут потоки боевиков ИГИЛ и пытаются, собственно говоря, затруднить наступление сирийской армии при нашей поддержке на восточном берегу и фрата. Мы эти вопросы регулярно ставим по каналам, которые существуют между военными, это главный канал для прояснения любых сомнений, любых подозрений, и я рассчитываю, что военные, как люди конкретные, деловые, получат от американских партнеров такие же конкретные ответы на свои конкретные вопросы. Я, в свою очередь, в последних контактах с Рексом Тилерсоном этот вопрос задавал. Последний раз у нас был телефонный разговор 9 октября, вот в понедельник на этой неделе. Рекс Тилерсон меня в очередной раз заверил, что единственная цель американской коалиции в Сирии это борьба с ИГИЛ и более ничего. Если это так, то, наверное, не составит труда развеять сомнения, которые у наших военных возникли, и я надеюсь, что, как я уже сказал, конкретные ответы на конкретные вопросы будут профессионально предоставлены. Пожалуйста, Интерфакс. Дарья Морозова, информагентство Интерфакс. Вопрос Сергею Викторовичу Лаврову. Сергей Викторович, буквально в ближайшие дни, как обещают американские администрации, объявят о выходе США из СВПД. Какие действия Россия будет предпринимать в этом случае? И будет ли Москва оказывать давление или побуждать Сегеран не выходить из этого соглашения в ответ на подобные действия Вашингтона? Спасибо. Вы знаете, что совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы это очень объемный пакет документов, по-моему, под сотню страниц, в которых до деталей расписаны все аспекты этой договоренности, в том числе конкретные механизмы рассмотрения любых претензий любого участника к любому другому участнику этого плана действий. Более того, весь этот пакет одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН, подлежащей обязательному выполнению. И, честно говоря, я не знаю, что будет объявлено американцами в ближайшие дни. Мы слышим обещание сделать это в самом скором будущем, в самом ближайшем будущем, но с учетом того статуса, который эта договоренность имеет, включая решение о ее одобрении высшего органа, отвечающего за мир и безопасность в современном мире, мне трудно представить, как можно юридически выйти из договоренности, которая является собой продукт коллективного труда, признанный всеми как акт международно-правовой, подлежащей опять же к исполнению. Поэтому посмотрим, что будет объявлено, после этого можно будет более конкретно высказываться на эту тему. Но могу вас заверить, все остальные участники этой договоренности 6 плюс 1, 6 плюс Иран, все остальные, кроме Соединенных Штатов, заявили уже публично, что они настаивают на ее полном выполнении, посмотрим, что произойдет и какое конкретное объявление будет сделано. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо за участие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok